Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Сегодня мы говорим о том, какие на первом месте на сегодняшний момент опасны, распространены и могут с вами столкнуться инфекции, передаваемые половым путем. На самом деле, общественные стереотипы таковы, что самые страшные, самые позорные болезни, которые точно говорят, что твое поведение было ненормальным, осуждаемым и так далее, это сифилис и гонорея. И даже о сифилисе и гонорея люди имеют такое вот очень стереотипическое понятие, которое зависит от информации, встречающейся в интернете. Допустим, сифилис – это язвы, провалившийся нос, белая горячка, общественное осуждение. Гонорея – это соплеподобные выделения из-за полового члена, ужасная резь при мочеиспускании, а дальше не стояк и бесплодие. На самом деле, антибиотики, презервативы и эпидемиологические мероприятия сделали свое дело, и сифилис, и гонорея встречаются весьма редко. А что сейчас чаще всего попадается на приеме и наиболее распространено среди населения? На первом месте стоит вирус папиллома человека. Все знают, что вирусы не лечатся. Все говорят, что вирус папиллома человека есть у всех. Рак вызывает, через презерватив передается, лечения никакого не существует, что с ним делать, никто не знает. Вот одна из самых таких трендовых вещей, которая стоит на первом месте. На втором месте будет микоплазменная инфекция. То же самое. Одни врачи говорят, что лечатся, вторые говорят, что не лечатся. Я, правда, в таких случаях говорю, что это у них, наверное, не лечится, значит, так лечат. Приходите ко мне, мы тут разберемся, все лечится. Третьи говорят, вообще лечить ее не хотим, что ее лечить? Она зависит, и это правда, от смены полового партнера. Вот переспал с другим, и опять 25, опять у тебя уроплазма. И это тоже правда. Для того, чтобы избавиться от микоплазменной инфекции, навсегда нужно, как минимум, определиться с постоянным половым партнером. И на третьем месте будет гарднерелла. О, гарднерелла – это особо опасная инфекция нашего времени. На самом деле гарднерелла – это всего лишь часть нормальной микрофлоры женщины, которая находится у нее во влагалище в ничтожном малом количестве. Там меньше 1%. И ее рост, развитие навсегда подавлены ростом, развитием, жизнедеятельностью нормальной женской микрофлоры, палочковой флоры. Но при определенных обстоятельствах, когда формируется бактериальный вагеноз, гарднерелла становится его главным героем и вызывает клинические особенности, которые весьма неприятны. Это запах гнилой рыбы, это кремоподобные обильные выделения и прочие неприятности. Поэтому, если вы думаете, что заразились чем-то, идите к врачу. Не надо в интернете читать просительные сагнары, которые, возможно, никогда вас не коснутся. Идите к врачу и разбирайтесь вот с этими современными трендовыми инфекциями, которые могут вас постичь. Теперь пока! Продолжение следует...